Приветствую, друзья! На канале «Строим дом своими руками». И сзади меня находится тот объект, который я уже возвожу седьмой год. На сегодняшний день коробка возведена уже на 90%. А как итог изготовления любой правильной коробки, это формирование теплой, качественной, правильной отмостки. Именно этой работой я хотел бы с вами сегодня заняться. Это будет творческий подход. Мы полетаем с вами на коптере. Подписывайтесь, если вы не подписаны на канал, и поехали! Строительство основной монолитной части нашего дома закончилось уже два года назад. Но я так и не мог приступить к отмостке по простым, понятным всем причинам. Во-первых, как вы помните, в одном из видосов, которые я уже вам показывал, мне пришлось защитить подвал от протекания с помощью инновационных технологий запечатывания отверстий, так скажем, по этой ссылке. И только когда в этом году весна показала нам, что бояться нечего, и вода уже не попадает в цоколь, и я понял, что теперь я могу уже защитить и сам дом от протекания верховодки. Сразу хочу оговориться, потому что многие могут принять мои слова на веру и подумать, что каждый может построить себе цокольный этаж. Первое, что нужно сделать, если вдруг вы его хотите все-таки себе возвести, правильную геологию. И если у вас уровень грунтовых вод высокий, я бы вам не советовал заморачиваться по цокольному этажу, так как это очень даже не дешево. В нашем случае цокольный этаж не боится грунтовки. Грунтовка у меня очень низко, она 6 и более метров. В нашем случае было понятие верховодка, и я его очень сильно боялся. А осенью, когда идут очень обильно осадки, а они скоро начнутся, весь грунт вокруг дома начинает напитываться влагой. Зимой это все замерзает, набухая, создавая условия пучинистости грунта. Весной это все дело у меня, как всегда, шло в цоколь. Я 15-20 сантиметров отчерпывал воды. Если перевести это в кубатуру, то примерно около, наверное, кубов трех воды я убирал из цоколя. Каждый год, каждый год. Теперь, когда я понял, что бояться здесь нечего, я решил защитить от возможности морозного пучения, от возможности каких-нибудь даже протеканий. И для этого мне на помощь придет утепление отмостки экструдированным пенополистиролом и сама, собственно говоря, отмостка. Ничего, что я так долго подхожу к вопросу, но я хочу досконально рассказать вам всю проблему. И чтобы те, кто захочет сейчас строить цоколь или даже просто утеплить свой подвал, могли по моему выпуску сделать это правильно, качественно и без лишних огрехов. Поэтому я хочу очень досконально рассказать вам об этом вопросе. Потерпите, если я буду повторяться. Да, кстати, я хочу не только отмостку залить, но еще и утеплить правильно фасад. Это все взаимосвязано. Я специально для начала работы выбрал раннее утро, потому что солнце находится сейчас на восходе с другой стороны. И здесь есть тенек, и мы можем очень смело отстрелять все это лазером. А вот и нет, уже оказывается слишком ярко для этого. Лазер не берет, поэтому давайте сделаем по-умному. Смотрите, я могу выключить солнце. Смеркалось, и теперь очень хорошо видно лазерный уровень, и я могу отмечать лучи на стене. Но лазер мне в этом поможет. Так, теперь, когда я отметил все горизонтальки, я установлю сюда прямые подвесы. Они будут выступать за уровень консоли, которую мы тоже потом утеплим. Консоль я строил для того, чтобы положить потом облицовочный кирпич. Но, как я уже говорил в одном из видео, мы отказались от этой затеи. Когда-то мы считали, что белый облицовочный кирпич это красиво. Когда-то считали, что красный облицовочный кирпич. Не факт, что вот этот персиковый кирпич скоро не выйдет из моды. Поэтому было решено сделать вентиляционный фасад, вентилируемый фасад. Который можно в конечном итоге, если он попортится или надоест, или что-то еще, просто заменить. На что-то более современное, умное и интересное. А заодно мы утеплим потом стены дома. Но это уже будет в следующих сериях. Сегодня же наша задача защитить консоль, защитить стены фасада дома. И сделать правильную качественную отмостку. Ну и первое, с чего мы начнем, сейчас установки прямых подвесов. Это, конечно, к отмостке не имеет отношения. Но сегодня у меня прям концептуальная заявка. Я хочу сделать и то, и то, и это. Кстати, 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 я вам хотел еще одну вещь показать, такую интересную. Смотрите, я могу ее хоть где показать, но покажу где-то видно. Вот. Это экструдированный пенополистирол компании Технониколь, который я сюда установил 7 лет назад. Я прошелся по всему периметру дома и нигде не увидел муравьев, которые его грызут, живут в нем и так далее. Ну не живут они в нем, друзья, не живут. Поэтому видосы, где показывали, что муравьи там все изгрызают и живут в них и мыши и так далее. Наверное, там муравейник в том месте. Здесь у меня таких проблем нет. Пойдемте, в любом покажу. Здесь закрыто, но мы тоже можем подойти вот так. Отодвинуть. Посмотреть. Ну нет, их нигде. Вон муравьи бегают. Но... Чистенький ппсик. Нет тут никого. Ну, в общем, пишите в комментариях, если у кого-то такая проблема вообще возникает. Потому что у меня, ну нет, нет такого. Я буду работать сегодня с моей женой, она будет очень сильно мне помогать. А что она будет делать, она сейчас вам расскажет, пока я за перфоратором. Мне дали ответственное задание. Прикладываем планочку, на которую будет крепиться. И делаем отметки. А Денис теперь будет перфорировать. Сейчас я просверливаю отверстия во всех местах, которые отметил. По два отверстия для прямого подвеса. Устанавливаем подвесы. И после чего устанавливаем первый ряд экструдированного пенополистирола. Пяти сантиметровой толщины, который будет вливаться в бетонную отмостку. Делаю отверстия шестым калибром бура. На глубину 50 миллиметров. Расстояние между подвесами будет по 60 сантиметров. Пока Денис пытается догнать нас перфоратором, мы с дочерью занимаемся вот такой работой. Вставляем дюбеля в отверстие. И фиксируем планочку. Главное, чтобы она держалась. Потом Денис докрутит. Вот. Как-то так. Надо сказать, что я обожаю природу Алтая. Она так же переменчива, как мое настроение. Я хочу сделать несколько определенных дополнений, которые вы могли заметить во время нашего начала фильма. Первое. Я всегда называю экструзионный пенополистирол экструдированным. В принципе, наверное, можно и так, и так. Но вы все-таки напишите в комментариях, если вы что-то конкретно по этому вопросу знаете. Второй момент, который я хочу тоже отметить на разных площадках, на разных форумах и платформах. Многие говорят о том, что утепление отмостки это просто закапывание денег в землю. Но, друзья, хочу сказать, что есть теоретический и практический расчет, в которых указано, что основные тепловые потери дома происходят как раз из ограждающих конструкций, где львиную долю тепла забирают именно подвал. А если учесть, что у нас высокий цоколь, то несложно догадаться, где мы будем переплачивать за отопление. Поэтому утепление отмостки имеет два практических плюса. Первое. Антиморозное пучение, потому что утеплитель не дает пучинить грунт. Стены дома дольше находятся в прогретом состоянии, а как следствие мы меньше тратим денег за отопление. Ну а наряду с тем моментом, что я планирую построить теплопассивный дом, я считаю, это является важным фактором. Вторая поправочка, на которую я тоже хотел бы заострить ваше внимание, это тот момент, что вы не увидели, как я выбираю грунт вокруг дома, перед тем, как укладывать экструзионный пенополистирол и устанавливать прямые подвесы для будущего формирования нашего цоколя. Объясню почему. Когда мы строили цокольный этаж, мы выбирали котлован и делали это на метр двадцать больше, чем необходимая ширина по заливке стен, чтобы можно было сделать умную, правильную гидроизоляцию, теплоизоляцию дома, чтобы это было просто нам удобно. После того, как все это было построено, была отсыпана речным песком обратная засыпка, и вот этот материал у нас здесь пролежал уже более четырех лет. Конечно же, он просаживался, я добавлял сюда еще речного песка, таким образом формировалась вот эта подушка, она правильная, умная и честная. На сегодняшний день нам нужен песок только для того, чтобы просто выровнять это основание для будущего утепления от мостки. В вашем случае, если у вас тут просто грунт, просто земля, конечно же, нужно сантиметров двадцать выбрать и насыпать дренирующий слой, выравнивающий, дренирующий слой песка. Это обязательное условие, которое поможет вашему дому не хапнуть пучинистости грунта, если грунты у вас жирные, а также даст определенный демпфер для того, чтобы убрать влагу, которая, ну, может все-таки зайти под отмостку. Но мы продолжаем. Очень удобно резать резаком, который два с половиной сантиметра шириной, такие большие резачки. Если вы спросите меня, почему Технониколь, объясню. С этим экструдированным пенополистиролом, экструзионным пенополистиролом, я знаком уже, наверное, на протяжении восьми лет. Весь периметр дома утеплял именно им. В него не поселились мыши, в нем нет муравьев, нет никаких проблем, я вам показывал уже периметр. И именно поэтому я не стал экспериментировать ни с чем другим, а заказал именно Технониколь. Он бывает XPS Carbon Eco, это для коттеджей, загородных домов и так далее. Также есть варианты для промышленных зданий, варианты для дорожных работ. В принципе, Технониколь сделала экструзионный пенополистирол для любых нужд утепления строительства. Так, отрезаем. Ты подготовила, да? Да, я вырвала. Я иду. Когда я поднимал пенополистирол с подвала, то оставил как раз вот этот паз. Паз этот нужен для того, чтобы мостики холода не проходили к нашему цоколю и не забирали из него очень полезное и нужное тепло. Такой же паз есть и на пенополистироле, который мы сейчас будем устанавливать. И начинать надо, друзья, слева направо. Если слева направо, то здесь паз к стене, там паз наоборот. Сейчас я покажу вам пару кадров, как мы пошли не с той стороны, точнее справа налево. И все пошло не так, как надо. Так, низ одели. Вверх одели. И можно пока, не доходя до самого конца, можно пока подставить. Все здорово. Теперь ждем пару минут и придавливаем. Дом большой, 306 квадратных метров, и топить его даже газом, это очень даже недешево. Поэтому хочется максимально его утеплить, чтобы не было в нем ошибок. И он давал, ну, свой максимальный коэффициент полезного действия. Поэтому утепление будет 150 миллиметров. Это стены. Но сейчас я буду делать только 50. Ну все, две минутки прошло, мы можем придавливать. Я совершил одну ошибку, и вы, наверное, ее уже сейчас видите. Но исправить ее, кстати, очень даже несложно, потому что экструдированный пенополистирол, это очень податливый материал. Мы с тобой, Женя, поставили пазом неправильно. То есть соединительный паз у нас идет не там, где надо. Просто берем и выбираем на 2 сантиметра здесь. Тут даже можно на глаз. Ну все-таки человек закончил, хот-граф. 2 сантиметра вот тут. Дальше мы идем уже правильно. Можно сделать вот таким путем. С вами подставили, да? Отметочки сделали. Ну давай сразу вот тут тоже пройдемся. Теперь я должен дать 2 минуты для того, чтобы это все схватилось, и приклеиваем наш экструзионный пенополистирол. Почему 2 минуты? Если сейчас я приложу сюда плиту, то все, что мы нанесли, окажется у меня на лице. Оно просто брызнет. Даже если я это придавлю хорошо, все равно лист немножко отойдет, и там уже не останется схватывающего слоя. Дав 2 минуты, мы формируем уже какой-то объем, и к нему очень легко подклеивается наша плита утеплителя. Ну это только в углу сложности, дальше все будет нормально. Набивать экструзию рукой была совсем не лучшей идеей. Теперь буду знать, что подвесы бывают в моменте очень острыми. Друзья, будьте очень осторожны. А это все подвесы же. Я это все закрою, чтобы не видно было. Сейчас буду некрасивый на видео, правда. Я подготовил список затрат на эту работу. Под видео вы можете ознакомиться с моей сметой. Вот такая красота у нас тут обитает. Такой носик у него. Итак, мы закончили первый слой утепления нашего цокольного этажа. И теперь переходим ко второму этапу. Это формирование горизонтальной части утепления от мостки. Сейчас мы навозим песка, после чего уровнем сделаем небольшой уклон от дома и уложим уже экструзионный пенополистирол. Хочу наглядно продемонстрировать необходимость уплотнения дренажного слоя. Посмотрите, как он себя ведет до усадки. Обильно заливаем отсыпку водой до появления устойчивых образований луж на слое песка. Достал свою авторскую трамбовку, которую делал для уплотнения подушки плиты цоколя. Если вы живете в большом городе и имеете возможность взять вибромашину в аренду, воспользуйтесь этой возможностью. Ну а мне физический труд только на пользу. Решил проверить качество проделанной работы. И признаться, был доволен. Автомобиль не смог продавить уплотненный грунт. А значит, этим путем мы пойдем дальше. Очень долго решали с Женей, делает ли от мостку под уклон участка или бить уровень. Но натянутая шнурка показала истину. Решено. От мостка будет строго под уровень. А уклон мы сделаем уже по будущей дороге. Края трамбовки укрепил мелким щебнем. Им же, планирую позже, поднимать весь участок. Пришло время городить опалубку. И вот, что я вычитал про необходимую ширину от мостки. Она должна быть на 20 см больше, чем с вес кровли. Это стандартные расчеты. Для сложных участков ее ширина рассчитывается индивидуально. Бетон начинает работать при толщине не менее 10 см. Эту цифру мы возьмем за основу, усилив конструкцию хорошей, качественной арматурой. Здесь я решил сделать поворот 45 градусов. Как же сделать этот расчет быстро? Поставил два листа экструзии на углы. И от полученной диагонали шагнул на необходимое расстояние. А вот на восточной стороне дома мне таки пришлось изрядно попотеть. С этой стороны участок имеет самую верхнюю точку. А так как высота от мостки зависит от окон цоколя, принял решение убрать лишний грунт. Этот грунт весной показал себя очень хорошо, так как ни капли воды в цоколе не было. Сейчас я сниму небольшую часть. Теперь ее заменят правильный качественный пирог из гидроизоляции и утеплителя. Вот самое отличное время для того, чтобы начать отстреливать лазером наш замечательный цоколь. Весь день мы готовили отмостку. И теперь я должен это все дело подкопать по лазерному уровню. Так, штатив не дает мне возможности делать высоту, которая мне необходима, потому что его максималка это 45, а мне нужно сделать ниже. Поэтому я взял такие кубышки и на них поставил лазер. И сейчас надо подкопать вот эту территорию и опустить по уровню. Считаю, что будет правильным сделать уклон у песчаной подушки. Тогда любая капиллярная влага не будет задерживаться на экструзии. Вечер для такой работы самое то. Единственное, солнце очень быстро садится, но я справился. Всю ночь шел дождь, но это мне только на руку. Не теряя времени, занялся подготовкой инструмента для приемки раствора. По опыту скажу, лучше тяпок, граблей и швабры человечество пока не придумало. Но у меня нет гладилки для бетона. Решил смастерить. А проверю качество ее работы на разравнивание песчаной подушки. Великолепно. Я уже начал. И что я могу вам сказать, друзья. Работать с экструзионным пенополистиролом одно удовольствие. Но очень важный момент, что работать с ним классно только тогда, когда вы досконально подготовили основание. Я использую простой силикатный кирпич для того, чтобы временно поддавить материал к земле. Кстати, ночью мы с вами отстреляли полностью уровень отмостки. И отстреляли его маркером на стене. Здесь у меня около полутора метров. То есть мне придется поднять его сантиметров на 7-8. И будет хороший дождевой уклон, отводящий всю влагу от дома. О, аккуратненько обошли. Я думал, в нее сейчас придется впиливаться. Это, кстати, дренажная канализация. Она идет на глубину всего цоколя. И она работает по такому принципу. Если уровень грунтовки поднимется у нас снизу вверх, то я через смотровой колодец могу об этом узнать. Если я даже этого не знаю, то вода просто пойдет в дренажный колодец, который находится за домом. Оттуда уже насосом будет выбрасываться наружу. Я думаю, каждый из вас работал с экструзионным пенополистиролом в своей жизни. Но те, кто не работали, смотрите, как легко он поддается обработке. Не нужно никаких материалов, кроме вот такого ножика. Очень хорошо пилит. Сейчас я добью весь ряд до конца, после чего мы постелим гидроизоляцию и начнем вязать арматуру. Как вы уже могли заметить, проект дома 106А, или по-другому называется Vector, обзор на которого есть в предыдущем выпуске, слишком хитро выдуман в своей архитектуре. В доме 16 внешних углов, что дало мне возможность изрядно поломать голову при раскрое утеплителя. Но не забываем, Алтай это сейсмика. И такая конфигурация выбрана мной не случайно. Очень удобно снимать нужный замер таким путем. Просто прижимаете XPS к нужной детали, нажимаете, и очертания для обрезки, как калькой, переносятся на экструзию. Кого-то могут покоробить кадры, где я утепляю улицу. Поверьте, все мои решения просчитаны до мелочей. На все есть свое обоснование. Достаточно лишь посмотреть на опорные столбы веранд и вспомнить про любовь суглинков к пучинистости. Снова осень плачет. Но умение во всем видеть позитивные моменты дало еще раз мне возможность проверить уклон отсыпки дренажки. Вода не задерживается на экструзии, значит я иду правильным путем. Не будем терять времени, отпуск даже всего две недели. Еще одним важным фактором правильной отмостки есть понятие замкнутого контура. И тут вы могли заметить парочку пробелов в моем проекте. А это не что иное, как два спойлера о будущих выпусках. Слева про фундамент бани, пристроенный к дому, а справа подвод газа, где отмостка стала бы помехой ввода голубого топлива в дом. А теперь минутка рекламы и сотни лучей добра вам за отзывы, которые я получил с начала медосборного сезона. Не стану в этот раз нагружать выпуск кадрами с последней качки меда, но на словах скажу, медок с васильком это сказка. А теперь посмотрите, как Денчик шарашит на стройке и представьте, откуда у него столько сил и энергии. Только вам по секрету ссылка на моих пчелок. Ура! Снова погода радует солнышком. А у нас новый этап в работе гидроизоляция. Лучше всего для этой цели подойдет стеклоизол. Знали бы вы, сколько пленки уже напихано в пирог отсыпки за эти годы. Поэтому я не стал заморачиваться и взял кровельный бикрост от компании Технониколь. И скажу вам, материал очень даже достойный. Но если хотите перестраховаться, берите стеклоизол на армированной основе. На стороне, которая предназначена для наплавления, есть куча маркировок для ровного сгиба. Это очень удобно. Я отгибал на вторую снежинку, что соответствовало 20 сантиметров отгиба. Крепить решил на монтажную пену, благо после установки окон и ее осталось еще целых две коробки. Принцип такой же, как и при приклеивании XPS к цоколю. Наношу слой пены на стену, либо если поднимается ветер, то на стеклоизол. Так его меньше сдувают порывы. Выжидаю пару минут до начала схватывания смеси и клею к экструзии, прижимая на несколько минут подготовленными заранее распорками. В процессе работы то и дело появлялась мысль, как же теперь в доме будет тепло зимой. Уверен, такая обувь основания дома будет служить нам долгие годы верой и правдой, даря тепло и экономию семейного бюджета. Сейчас продумываю, как правильно защитить консоль от потерь тепла. Уже появились некоторые задумки, но также надеюсь на вашу помощь в комментариях. Будьте уверены, я все их читаю и стараюсь отвечать на каждый дельный совет. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку. Я все время вам показываю вот такой жест. Зачем, не знаю. Вы сами знаете, хорошо это или плохо, правильно? Но, но, если вы считаете, что это хорошо, то ставьте лайки. Да, если считаете, что плохо, то переходите на то видео, которое вот вам понравится. На канале их уже там 130 штук, по-моему. А я иду дальше, за поворот. Друзья, я не знаю, может быть вы меня сейчас будете ругать за то, что я использую пену для вот таких целей. Она реально держит. Как временная мера мне очень понравилась. После того, как она приклеит технониколевский бикросс к стене, мы это все, ну вот эти подпорки уберем. И эти же подпорки я хочу зафиксировать на стене на дюбеля. Они же будут являться маяками для того, чтобы стаскивать нам потом бетонный раствор по уровню, который нам необходим. Сейчас я отмечаю на стене новые данные с учетом угла уклона, призванного отвезти всю воду от дома. Напомню, это 2-3% от ширины отмостки. Хотя говорят, что и 1% достаточно. Но тогда заливать отмостку нужно очень внимательно и медленно. Так как 1,5 см можно в спешке и потерять. В то время как 3-4 см уклона на ширину 1,30 см вряд ли упустишь. Последнее время я смотрю, что у нас какой-то видос получается подбетонный. Мы дошли уже до предпоследнего этапа. Предпредпоследнего, осталось несколько этапов. И он называется установка маяков. На самом деле я очень много всяких разных вариантов посмотрел, как устанавливают маяки. И мне понравился один, он неплохой. Люди просто ставят сюда либо ОСБ доску, либо фанеру нарезают. У меня же осталась вот такая опанелка защищенная, осиновая. У нее есть ровный край. И я подумал, а почему бы и нет? Я не буду тратить лишние деньги на материалы, сэкономлю и сделаю хорошие маяки. Она будет потом тоже защищена и вы увидите как. Поэтому не думайте, что там все сгниет и будет протекать. Будет все очень даже хорошо. На всякий случай отстреляна шнурка. Хотя вы видели, что по всему периметру я сделал отметку маркером. После того, как я ее зафиксирую, мы по ней будем стаскивать материал. Ну, когда будем заливать бетон. Прикручивать все это дело я хочу вот на такие анкера по бетону. Вот таким вот сверлом. Мне эта штука понравилась со времен установки пластиковых окон. Ну, крепко. И маяк будет вести прям... Отлично. Ребят, сразу говорю, я никого не учу, как строить свои дома. Я лишь показываю, как это делаю я. Упрощаю себе работу, когда приедет машина с бетоном. Хотел сначала мешать сам, но, друзья, такие небольшие перекуры между дождями получаются, что я просто это не успею до холодов. Вставляю его в отверстие саморезом на 110 прогоняю это все в глубину по максималке и затягиваем. Получается очень крепко. Почти так же крепко, как мы загоняли с вами анкера по бетону. Ну, в всяком случае, для того, чтобы свести маяк, вот такого напряга достаточно. Вообще, на самом деле, в этом году я шел к этой работе просто капитально. Я готовился к ней. И когда это все начинает у тебя происходить, совершаться, работать... Ааа, настроение вообще просто огонь. Надо понимать, что конструкция уже готова. Осталось кинуть сюда арматуру, и уже можно будет завозить бетонную машину. Смотрите дальше. Тут будет небольшая инновация, которую я добавлю. И, ну, будет прикольно. Конечно, для эстетики было бы правильнее раскрутить весь рулон, свернуть его вдвое, и пройти резаком по сгибу. Но, поверьте, так быстрее, эффективнее и аккуратнее. Отворачиваю край уже прикрученной гидроизоляции, и под него заправляю оставшийся отрезок. Кстати, совсем забыл сделать акцент на том, что укладывая экструзию в опалубку, я сделал зазор, чтобы бетон запечатал пенополистирол полностью. Поэтому важно проследить за тем, чтобы вы случайно не закрыли этот зазор гидроизоляцией. Если честно, я вообще даже не предполагал, что эта работа может растянуться на такой долгий срок. Уже две недели я занимаюсь отмосткой. Сейчас последняя стадия перед заливкой – это вязка арматуры. Был вариант использовать арматуру в виде сетки. Такую я, кстати, закинул под навес. А всю остальную арматуру, которую мы будем использовать на отмостке, это будет восьмерка. Напомню, у меня метр тридцать от стены. В чистоте потом это будет метр десять. Соколь заберет какую-то часть. И восьмерка, она даст ту самую крепкость, которую я хочу получить от отмостки. Именно от отмостки. Никогда не перестану делать акцент на безопасности. При работе с болгаркой, пожалуйста, одевайте очки и активные наушники. Я выработал привычку на стройке вместе с рабочей кепкой сразу же надевать очки. В любую минуту они у меня под рукой. Вязать сетку удобно крючком. Но я его где-то положил, такое бывает. Вспомнил былые годы и связал сетку руками. Вышло ненамного дольше. Вести провила придется по двум точкам. Маяку на стене и по опалубке отмостки. Поэтому сравниваю колышки по уровню. Сетка отлично прижимает экструзию. Поэтому кирпичи нам больше не пригодятся. А держать рабочую зону в чистоте – это залог успеха. Арматура, полностью прижатая к поверхности, работать не будет. Важно поднять ее на некоторое расстояние. В данном случае у меня это 2,5-3 см. С этим отлично справляются нарезанные кубики из экструзионного пенополистирола. Ожидаем миксер. Он уже едет. Очень волновался, подготавливаясь к приемке бетона. Тщательно рассчитывал нужный объем. Не обошлось без помощи родственников. Принимать 9 кубов раствора в одиночку возможно. Но переплата за простой бетоносмесителя будет огромной. Мы работали втроем. И как итог, работа двух машин вышла в 4 часа. В деньгах это 6,5 тысяч. Бетон брал с ближайшего завода, в 10 километрах от меня. Марку заказал 250. Цена закуп на сегодняшний день – 3700 рублей. Еще раз напомню, смета под видео. Но уж, коли заговорили об этом, бетон вышел на 33 300 рублей. Короче, в полевых условиях считаем оставшуюся кубатуру. Ребята, эта работа просто капец. Это что-то. Так, сколько осталось нам привезти? 0,64 плюс 0,43 плюс 0,59 плюс... Изначально по моим расчетам выходило 8,5 кубов. Но на всякий случай, да заказал во вторую машину на полкуба больше. Пока ждали миксер, подготовили место, куда сливать, если вдруг будут излишки. Вот такая красота. Осталось немножко подровнять и все. И будет супер. Кстати, что говорить о перепаде высот, мы с вами это обсуждали. У меня получается вот здесь верхний уровень. Под лестницей идет перепад, который никому не заметен. И вот здесь он сравнивается. Друзья, если вы не устали и у вас есть желание... Я, наверное, громко говорю, просто я в наушниках. И у вас есть желание, ну, продолжить. Я не вижу оснований, чтобы останавливаться. У всех у вас возник один справедливый вопрос. Денис, сейчас в конце фильма мы тебе напишем комментарий, что ты не положил сюда деревяшки прокладочные. На что я вам отвечу. Все просто. Сейчас мы болгарочкой пропилим двухсантиметровый шов термического разрыва, или как он называется, у нас сейсмического разрыва. Там, где тонко, там и сломается. Когда это будет необходимо. Ну, а пространство мы просто заполним герметиком. Помните, в начале выпуска я говорил про пассивный теплый дом? Кто-то, возможно, уже подсмотрел этот термин в интернете. Да уж, с выпущенными консолями, кучей углов, такой дом построить будет непростой задачей. Но мы не ищем легких путей, верно? А наряду с тем, что по теплодинамике бетон стоит чуть ли не на последнем месте, утепление цоколя в 150 миллиметров будет дорогим, но оправданным в будущем решением. Листы Технониколь Карбон Эко 10-сантиметровой толщины имеют маркировку ТБ, переводится как термобондинг. По сути, это плиты стандартной толщины, но последовательно склеенные в блоке необходимой высоты. Термосклеенные плиты существенно сокращают время монтажа за счет укладки необходимой толщины теплоизоляции в один слой. Еще один более точный вариант раскроя экструзии под прямые подвесы заключается в снятии размера от L-кромки в сторону установленной направляющей. Попеременно для каждого уса и отметки полученных размеров на прикрепляемом листе. Также вы должны были заметить, что следующий слой пирога стены цоколя надежно запирает выпуск гидроизоляции. Таким образом, я защитил стены цоколя от промерзания, а отмостку от возможности протечек и как следствие от сил морозного пучения. Начинаю двухнедельный каждодневный уход за бетоном путем активного уливания его 3-4 раза в сутки, параллельно наслаждаясь проделанной работой. Наша замечательная погода творит чудеса. Только что было солнце, я гулял по белоснежному фундаменту и как сразу резко это все поналетело, начался дождь, который сейчас опять должен повториться буквально минут через 20. И также я вижу, что вы уже немножко порядком устали. Таких длинных выпусков еще не было. Также я не ответил вам на вопросы, почему у меня нет ливневки, почему я использовал экструзию вместо пенопласта. Волня шарахнула. И отвечу на все интересующие вас вопросы в следующем видосе. Поэтому до скорых встреч, спасибо, что посмотрели, пока-пока.